This conference will now be recorded. 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 ẫn Что у нас происходит с зарплатами? Бизнес-аналитика на рынке труда? Я WHAT A измен August conversation về законы и рынок труда я немножко разбила по локаци投稿 потому что знаю что наши слушатели бывают из разных городов там и И, соответственно, если говорить о Москве и Московской области, без опыта работодатели готовы предлагать зарплату где-то 80-90 тысяч рублей. С учетом того, что вы обладаете всеми компетенциями, которые, собственно говоря, и заявлены у нас на наших курсах. С опытом работы более года зарплата повышается до 130 тысяч. И уже ведущий специалист, у которого опыт работы больше двух лет, зарабатывает в среднем 250 тысяч в месяц. Далее в Санкт-Петербург. Уважаемые слушатели, отвечу на ваши вопросы в чате обязательно. Зарплата указана грозом, то есть до вычета налогов. Санкт-Петербург. От 80-110. Опыт работы от года. И ведущий специалист в среднем 220. Регионы. Регионы я брала тоже достаточно такие большие города, как Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток и так далее. От 65 тысяч. Медия на 95 и до 130. Но что же требуется? Каким должен быть специалист, который видит себя дальше, хочет развиваться дальше в бизнес-аналитике? Я коснусь сейчас вопроса именно личностных качеств. Про профессиональные расскажет наш преподаватель. В первую очередь, конечно, это навыки прогнозирования, способность к самостоятельному решению задач, целеустремленность, умение понять суть задачи, оценить, сколько потребуется времени на ее выполнение. Обязательно инициативность, усидчивость и, конечно, нацельность на развитие. То есть профессионал, который только вступает в эту профессию или развивается в ней дальше, должен постоянно повышать свою квалификацию, быть универсальным, решать задачи, которые появляются смежные на текущем месте работы. Это личные качества или как это сейчас называется, да, soft skills как раз для бизнес-аналитика. Обращайте на них внимание, тоже себе их развивайте. И далее я хотела бы вам представить нашего преподавателя Казакова Светлану Васильевну. Преподаватель-практик, сертифицированный бизнес-тренер, коуч и консультант. Светлана Васильевна обладает большим опытом личных продаж. Прошла путь от маркетолога до коммерческого директора промышленного холдинга. Светлана Васильевна расскажет про те самые hard skills или профессиональные навыки, которые важны бизнес-аналитику, и представит сегодня наш курс более подробно. Светлана Васильевна, передаю вам слово. Я, соответственно, после вас еще дополню по трудоустройству. Ольга, передайте мне экран, пожалуйста. Спасибо. Коллеги, всем еще раз добрый вечер. Я повторюсь, у нас день открытых дверей по профессии бизнес-аналитик. И добавок к тому, что уже сказала Ольга обо мне, зовут меня действительно Казакова Светлана Васильевна. В центре специалист я веду курсы направлений менеджмент, финансовый менеджмент, бизнес-анализ, управление продажами. В настоящее время я являюсь работающим специалистом. Я специалист по управленческому аудиту и автоматизации систем управленческого учета, бюджетирования, финансового анализа, построения систем управленческого контроля на предприятиях. Ну, мы сегодня с вами говорим не об этом, мы с вами говорим сегодня о профессии, о такой важной, нужной, на мой взгляд, профессии, как бизнес-аналитик. И для начала, чтобы ответить на вопрос, а какие вообще навыки нужны современному бизнес-аналитику, давайте ответим на вопрос, а зачем вообще бизнес-аналитик нужен бизнесу? Ведь жил бизнес прекрасно без бизнес-аналитиков до сих пор. Ну, в первую очередь, я думаю, что все вы слышали фразу, что кто владеет информацией, тот владеет миром. Но сегодня этой информации слишком много. Если когда-то достаточно было получить информацию, то сейчас этой информации стало столько, что мы ее просто не видим, не знаем, какую применить, какую не применять, откуда что взять. То есть, наоборот, у нас замены собственники, высший менеджмент страдает от переизбытка информации. Поэтому бизнес-аналитик – это тот человек, который умеет информацию в первую очередь обрабатывать и представлять высшему менеджменту таким образом, чтобы они могли принимать, эти люди могли принимать взвешенные управленческие решения. Еще один аспект, коллеги, бизнес-анализ помогает в трансформации бизнеса. Мы живем в мире быстроменяющихся технологий, быстроменяющихся ситуаций. Это когда-то десятилетиями ничего не происходило. И вы знаете, я застала в советское время, когда на товаре, у меня есть где-то раритет, на даче алюминиевая кастрюлька, прямо на донышке выбита цена, потому что эта кастрюлька, она неважно стоила в этом году, в следующем году, в любом регионе, в любом магазине. Но сейчас такого нет. И вы видите, что происходит. Ситуация экономическая, политическая регулярно меняется, а компании нужно выживать как минимум и как максимум жить успешно. Поэтому бизнес-аналитик, он участвует таким связующим свином между бизнес-руководством и теми, кто проводит исследования, кто реализует решения, кто работает на передовой. Ну и чтобы понимать масштаб работы бизнес-аналитика, хочу сказать, что бизнес-аналитики одинаково востребованы как в крупном, так и среднем и даже малом бизнесе. И существует заблуждение, вот когда Ольга рассказывала, что бизнес-аналитик – это только крупный бизнес. Нет, коллеги, совсем нет. Вы знаете, если у компании нет бизнес-аналитика, это не означает, что его действительно там нет. Даже международные стандарты Бейбук, вот с нами в области бизнес-анализа, говорит, что бизнес-аналитик – это любой человек, который по факту занимается бизнес-анализом. Я чуть позже об этом, буквально через 3-4 минутки расскажу. Сейчас я только затрону такой вопрос, что бизнес-аналитик может быть универсалом, и как раз-таки это те зарплаты, которые мы видели в правом столбце. При этом бизнес-аналитик может иметь узкую специализацию. Это и работать планово-экономическим отделом, очень часто это тогда называется экономист. Может быть аналитиком маркетинговым, тогда он часто работает в отделе продаж. Это как раз-таки ассортиментная матрица, клиентские сегменты, то есть такие продуктовые направления, продвижение. Это может быть финансовый аналитик, это может быть контролинг, внутренний аудит, это управление как раз такими ресурсами и оптимизация этого управления. Поэтому специализаций внутри направления бизнес-анализ достаточно много. Вот давайте эти вопросы и затронем. Посмотрите, когда мы говорим о бизнес-аналитике, то существует международный стандарт в области бизнес-анализа, свод знаний, вейбук. С декабря 2021 года он есть на русском языке. И, собственно говоря, данное издание, то издание, которое принято во всем мире, это Международный институт бизнес-анализа, определяет бизнес-анализ следующим образом. Посмотрите, пожалуйста. Бизнес-анализ – это деятельность, которая позволяет внедрять изменения в компании путем определения потребностей и рекомендаций решений, которые обеспечивают ценность для заинтересованных лиц. То есть, посмотрите, бизнес-анализ, он нужен везде, где нужны изменения. Когда у заинтересованных лиц, а это, как правило, менеджмент, это могут быть любые сотрудники компании, возникает некая потребность что-то изменить. И вот здесь нам нужен бизнес-аналитик, который проведет оценку ситуации, который разработает решения, предложит, произведет расчеты, аргументирует, поможет выбрать. И что вы хотите сказать? В малом бизнесе, даже если это ты да я да мы с тобой, микро даже бизнес, да, ИП, нет изменений? Есть. И этот микробизнес должен реагировать на эти изменения. Да, у ИП нет бизнес-аналитика, но в данный момент тогда на четверть ставки сам владелец бизнеса работает бизнес-аналитиком. Бизнес вырос, и мы имеем сейчас малый бизнес, там 30-40 сотрудников. Да, уже есть наемный директор, да, появились отделы, структурные подразделения, это может быть там 5-6 отделов по десятку человек. Что компании не нужно реагировать на изменения, не нужно отвечать вопросу, а что мы будем продавать, что мы будем производить, как оптимизировать расходы, как завоевать новых покупателей. Нужно отвечать на эти вопросы. Но бизнес-аналитика, я имею в виду должности, которая так называется, у компании по-прежнему нет. А потому что теперь, вот если раньше в микробизнесе владелец был частично, там, на четверть ставки бизнес-аналитиком, то теперь это делегируется руководителем подразделений. И каждый руководитель подразделений в рамках своих компетенций, ну, условно, коммерческий директор на одну десятую ставки бизнес-аналитик по продажам, он анализирует клиентские сегменты, составляет товарную матрицу, планирует программы продвижения и так далее. Поэтому, коллеги, вы не обязательно можете называться бизнес-аналитиком, но фактически выполнять эту работу. Причем бизнес-анализ – это не только стратегия, это еще одно заблуждение, наряду с тем, что бизнес-аналитик требуется только в крупный бизнес. И второе заблуждение – это то, что бизнес-анализ всегда касается стратегических изменений, ну, потому что один из самых разрекламированных инструментов, аналитических, слот-анализ и так далее, нет, коллеги. Бизнес-анализ может осуществляться в рамках тактических, оперативных инициатив, даже в рамках отдельно взятого проекта. Нам нужно сейчас ответить на вопрос, как поступить, по-прежнему арендовать офис или перевести сотрудников на удаленку, а может быть, частично перевести. Это операционный вопрос, но здесь как раз-таки нужен бизнес-аналитик, который проведет исследования, поговорит со стейкхолдерами, составит матрицу интересов и произведет расчеты. Теперь, если мы разобрались, что такое бизнес-анализ, то не надо думать, что вот, опять же, только международные стандарты, нет, Россия здесь наряду с мировыми стандартами, и у нас в Российской Федерации также есть свои стандарты, которые, к слову, надо сказать, полностью соответствуют, я бы даже сказала, более глубоко проработаны, чем международные. И в данном случае это профессиональные стандарты российские, Минтруда. Мы сейчас про них поговорим. Но вот, чтобы поговорить о компетенциях бизнес-аналитиков, посмотрите, вот эта схема, которую вы сейчас видите на экране, это скриншот и, ну, плюс перевод из как раз-таки Бейбук, то есть свода знаний по бизнес-анализу. Так вот, посмотрите, основные понятия бизнес-анализа, из которого и будут складываться те потребности к навыкам, которые предъявляет работодатель, состоят в следующем. Посмотрите, есть заинтересованные стороны, стейкхолдеры, говорят сейчас, по слову, фактически русифицированно, даже видела, пишут сейчас на русском языке, заинтересованные стороны, стейкхолдеры. И у стейкхолдеров под воздействием контекста, контекст – это все, что нас окружает, это и конкуренты, это и политическая среда, и экономическая, и государство, и события, общества, которые происходят в обществе. Так вот, под воздействием контекста у заинтересованных сторон, с учетом того, что у них есть свои ценности, а какие ценности? У акционеров – это заработать прибыль, дивиденды, при этом обеспечив отсутствие рисков, ну, во всяком случае, снизить эти риски. Возникают потребности. Эти потребности в изменениях – то ли увеличить, то ли рынок, то ли сократить расходы, то ли оптимизировать ассортимент. То есть возникли потребности. Так вот, задача бизнес-аналитика, разобравшись во всем вот этом квартете, то есть начиная беседовать с заинтересованными сторонами, выясняя, в каком контексте, под воздействием каких ценностей, какие потребности возникли у стейкхолдеров, то есть у ключевых наших заинтересованных сторон. И вот здесь к тем soft skills, как сказала Ольга, то есть личностным навыкам, знаете, что добавлю? Это когда-то считалось, что бизнес-аналитик, теперь это системный аналитик, то есть человек, который действительно работает в эти отрасли, занимается близко к разработчикам, переводит им на специализированный язык, то, что хотят тейкхолдеры, то современный бизнес-аналитик, представляете, ему нужно с какой группой большой людей пообщаться и сколько выяснить. Современный бизнес-аналитик – это еще и переговорщик, поэтому хороший переговорщик, потому что от того, насколько он корректно сможет выяснить потребности, изучить потребности, организовать встречи, убедить. Это изнатоп психологии современный бизнес-аналитик. Поэтому, коллеги, добавлю к тому списку, который показывала Ольга, еще и такой навык, как эффективные переговоры. Так вот, изучив все вот эти обстоятельства, задача бизнес-аналитика – предложить решения, которые приведут к изменению. При этом, коллеги, обратите внимание, мы с вами видим шестиугольник, у которого связи идут не по периметру, не по кольцу, если там вспомнить, предположим, бензольное кольцо из химии. Нет, каждый элемент связан с другим. Другой стейкхолдер – это другие потребности, другие решения, другие ценности. Поменялись ценности, то есть для меня главное сейчас не заработать, а выжить. И уже другие потребности возникают. Разменился контекст, государство поддерживает импортозамещение сейчас активно, и опять же появляются новые потребности. То есть каждый аргумент связан с оставшимися пяти понятиями. И, как я уже говорила, в Российской Федерации есть также стандарты, это профстандартные министерства труда, они определяют деятельность бизнес-аналитика следующим образом. Как видите, никакого противоречия международным стандартам. Обеспечение возможности проведения изменений в организации, приносящих пользу заинтересованным сторонам путем выявления потребностей, заинтересованных сторон и обоснования решений, описывающих пути реализации. Противоречий, я вас уверяю, нет, знакомо с каждым из этих документов, поэтому можно смело, что касается функционала, опираться на наши российские стандарты. А теперь, коллеги, давайте подробно поговорим, какие, что входит в функционал бизнес-аналитика. В данном случае я буду рассказывать о классическом бизнес-аналитике, который, как я уже сказала, и шлец, и жнец, и на дуде, и грец. При этом бывают, еще раз повторюсь, узкие специализации. Бизнес-аналитик может быть финансовым аналитиком, может быть маркетинговым аналитиком, может быть аналитиком планово-экономического отдела, может быть специалистом по контролингу. Все это на самом деле имеет отношение к бизнес-анализу, потому что именно эти люди анализируют ситуацию, изучают интересы стейкхолдеров и предлагают решения. И, как вы видели, у Ольги был начинающий специалист, скажем так, имеющий минимальный опыт, и уже ведущий специалист. Давайте посмотрим, что входит в функционал. И в данном случае я опираюсь на профстандарты, а после них уже добавлю информацию частную, частный комментарий, ну и, конечно же, отвечу на ваши вопросы. Итак, посмотрите, трудная функция бизнес-аналитика. В данном случае, коллеги, я под бизнес-аналитиком и вот уровень квалификации 5, то есть начинающий специалист, понимается специалист с наличием образования, но при этом при отсутствии опыта, но имеющий профильное образование, либо прошедший курс повышения квалификации, переквалификации, в том числе, например, в центре специалистов. Посмотрите, у такого бизнес-аналитика в классической ситуации, когда мы говорим именно о отделе бизнес-анализа, а не когда возложили там на бухгалтера финансовую аналитику, там на маркетолога маркетинговую аналитику, а именно если это бизнес-аналитик. Что входит? В первую очередь это работа с заинтересованными сторонами. А для этого их сначала нужно выявить. То есть, а кто? Потому что, ну, появляется кто-то ключевой сначала, директор, предположим, сказал, а вот нам нужно расширить ассортимент, а то мы вот сейчас конкуренты вот расширили, покупатели к ним уходят. Так вот, нужно выявить круг заинтересованных сторон, потому что формально, да, спонсор, генеральный директор. Но это касается и коммерческого директора, и отдела маркетинга, и специалистов отдела продаж, и отдел закупок, и наше производство, и логистика. Потому что мы-то предложим расширить. А что с логистикой? Вы знаете, по политическим мотивам, как сейчас вот, если там требуются зарубежные товары. Поэтому круг заинтересованных сторон, который очень широк, и на курсе основы бизнес-анализа мы об этом говорим, это могут быть и участники бизнес-процесса, и эксперты, и эксперты по реализации. Все это будут стейкхолдеры. Так вот, задача бизнес-аналитика, понимая бизнес-процессы, которые происходят в компании, выявить и составить перечень заинтересованных сторон, проранжировать их, провести приоритизацию, а далее осуществить взаимодействие, именно в целях изучить потребности и грамотно их сформулировать, так называемые требования. Далее, также уже на входе к начинающему бизнес-аналитику предъявляются требования умения обеспечения изменений. То есть, обратите внимание, изменения они не предлагают, для этого требуется опыт, а вот провести первичную работу со стейкхолдерами, а далее проводить мониторинг, мониторинг реализации, то есть некое бизнес-решение принято, и теперь его нужно реализовывать, и, безусловно, кто-то должен его мониторить. Это и подготовка к проведению изменений, и мониторинг параметров, и оценка успешности, ну и, собственно говоря, мониторинг заинтересованных сторон. Обратите внимание, здесь опять же на первом месте будет качественная коммуникация, плюс аналитические навыки, которые позволяют вам все это анализировать, но без коммуникации вы не сможете проводить мониторинг. Далее, посмотрите, следующий этап, опять же, формальный этап, как только появляется первичный опыт, мы фактически получаем условно то, что в трудовых стандартах, в профессиональных стандартах называется старший бизнес-аналитик, и здесь уже следующий уровень требований к данной должности, это сбор информации о бизнес-проблемах и бизнес-возможностях, и посмотрите, очень важный момент, выявление истинных бизнес-проблем. О чем идет речь? Коллеги, очень часто стейкхолдер на ходе говорит, а вот чтобы стало лучше, а чтобы было хорошо, а сделай так, чтобы мне понравилось, а вот чтобы сократить расходы. А как их сократить, он сам не представляет. А на самом деле, когда бизнес-аналитик начинает проводить исследования, изучать ситуацию, как раз-таки тот самый контекст, ценности, которые есть у стейкхолдера, статистические данные, организуют новые исследования, сама вот эта задача не просто увеличить продажи, увеличить долю рынка, а превращается уже в конкретное требование. Предположим, путем расширения географии присутствия на три региона и открытия семи новых торговых точек, увеличить объем продаж, расширив при этом также ассортимент на такое-то направление и так далее. То есть появляется конкретика. Причем бизнес-аналитик работает с разными изменениями, как с проблемами, которые у бизнеса возникают, когда нам нужно их сократить, нивелировать, убрать, либо же те возможности, которые появились. Может быть, конкурент разорился плохо, конечно, для рынка, хорошо для нас. Может быть, вот как раз-таки сейчас появилась бизнес-возможность, государство субсидирует ряд отраслей и в том числе готова помогать в случае как раз-таки IT-отраз, импортозамещения и так далее. Возможность нужно использовать. Коллеги, прошу прощения, у кого-то включен микрофон. Игорь, отключите, пожалуйста. Далее, коллеги. И, простите, вернусь еще раз. Конечно же, вот теперь для того, чтобы понимать истинные бизнес-проблемы, нужно не только понимать, как происходят бизнес-процессы, знать теорию, да, закономерности анализа бизнес-процессов, но и понимать бизнес-процессы отдельно взятой организации. Поэтому здесь уже предъявляются требования к опыту сотрудника. Далее у нас ведущий бизнес-аналитик уже уровень квалификации шестой. Это, как правило, уже начальники отделов, либо там официально, да, старшие сотрудники, которые имеют другую заработную плату. Здесь уже речь идет об обосновании решений. Почему? Потому что если начинающий сотрудник способен изучить проблему, собрать вот эти, как я называю, хотелки под стейкхолдеров, чуть опыта и готовы уже сотрудники это разложить по полочкам. Но для того, чтобы разработать решение, предложить решение и посмотреть, пожалуйста, решение во множественном числе, не одно единственное, а разные пути достижения поставленной цели, то для этого, безусловно, уже нужны глубокие знания. И именно этот человек как формирует решение, так и проводит их анализ, обоснования, тесно общаясь именно с высшим менеджментом, показывая, как плюсы и минусы того или иного решения. Конечно же, это не просто студент, прошедший переквалификацию, а это как минимум уже год-два опыта работы в организации. Ну, либо, как я говорю, три года в отрасли, и тогда вы уже можете прийти на предприятие уже на должность начальника отдела аналитической службы. Ну, и когда мы говорим уровень квалификации 7, коллеги, это уже не о бизнес-анализе, это уже менеджерское, скажем так, управление бизнес-анализом, то есть давайте представим, что у нас есть директор по аналитике, это уже управление людьми, это уже разработка именно аналитической стратегии, об этом мы на курсе повышения квалификации с вами в нашей дипломной программе говорить не будем, это уже как раз-таки менеджерские курсы, которые, безусловно, у нас тоже есть. А теперь давайте посмотрим. Вот мы разобрались, что должен знать и уметь бизнес-аналитик. Коллеги, если у вас есть вопросы, вы пишите, я по ходу буду смотреть и комментировать. А я теперь давайте расскажу, на каком из курсов какие навыки можно приобрести. Как мы с вами говорили, сегодня у нас речь идет, у нас день открытых дверей в центре специалистов именно по должности бизнес-аналитик, и чтобы будущим бизнес-аналитикам не приходилось, а вы можете это безусловно сделать, набрать там тех курсов, которые вам кажутся интересными, наши менеджеры, в том числе и менеджеры, такие как Ольга, которые занимаются трудоустройством, которые изучают именно потребности работодателей, разработали дипломную программу бизнес-аналитик. Она представляет собой 260 академических часов в среднем, в зависимости от интенсивности, темпа обучения, которая готов посвятить слушателю этой программе, занимает от 3 до 6 месяцев. Что туда входит? Давайте я сейчас назову название курса, а потом расскажу про каждый из них и для чего он нужен именно на бизнес-аналитику, какие навыки он формирует. Все бизнес-аналитики начинают, и, собственно говоря, это база нашего курса, это основы экономики для руководителей, менеджеров и специалистов. Это, коллеги, ни в коем случае не бухгалтерский курс, а это основы экономики. Для чего? Для того, чтобы наш будущий бизнес-аналитик владел грамотной терминологией, как из макроэкономики, так и микроэкономики. То, что любой бизнес-анализ, так как наша задача предложить решение, да, оно может быть красивой, и пуговицы перламутровой, как хочет заказчик, но оно абсолютно экономически нерентабельно. Любой расчет, что бы вы ни предлагали, конструкторские решения, решения в сфере персонала, производственные решения, маркетинговые решения, всегда совершаются расчетом будущих доходов и расходов, чтобы понять, а что нам это решение принесет. Поэтому, конечно же, без экономических данных бизнес-аналитик не будет чувствовать себя уверенно в своей должности. Далее, любой анализ начинается с того, если мы хотим что-то изменить, да, вот у нас сейчас работает вот так, некий процесс идет, будет то продаж, будет то производство, будет то логистики, а мы говорим, нам нужен другой результат. Так вот, чтобы результат был другой, нам нужно что-то делать иначе, а чтобы понять, что делать иначе, нам нужно иметь возможность описать, а как оно есть, поэтому следующий уровень, который проходит в нашей бизнес-аналитике, это управление или инжиниринг бизнес-процессов, базовый уровень. Они учатся описывать бизнес-процессы, разбираются, какие они бывают, каким алгоритмам, законам, закономерностям подчиняются, какие есть методологии, как их можно изменить, оптимизировать, как найти узкие места в бизнес-процессах, какие трансформации могут произойти. Далее, собственно говоря, мы знакомимся с курсом основы бизнес-анализа, вот теперь уже вводим основную терминологию, которой нужна бизнес-аналитику, а это как раз-таки те шесть понятий, которые мы видели, кто такие стейкхолдеры, что такое контекст, какие бывают потребности, как их сформулировать, какие есть инструменты бизнес-анализа, которые позволяют нам провести исследования. Так как бизнес-аналитику приходится анализировать массивы данных, один из популярных на сегодняшний день инструментов, но дальше еще раз второполитическая ситуация покажет, если по программному обеспечению будет заменено на российское, то, конечно же, центр специалистов среагируем и заменим. Но пока что одно из более популярных программных обеспечений, которые используют бизнес-аналитики в своей работе, это пакет Microsoft. И, соответственно, в нашу программу входит уровень 2, уровень 3, на уровень 2 расширенные возможности, это как раз-таки весь функционал со встроенными функциями, как раз-таки аналитическими, те же самые суммы, если много, средние значения, если много, это выборки, ну и, конечно же, анализы, визуализация данных, тут как раз-таки и построение всех графиков, диаграмм нестандартных, из которых вы сможете потом составить дашборды, и, конечно же, это формулы массивов. Сводные таблицы очень часто интересуются, это на расширенных возможностях, обработка данных из других источников, это на уровне 3. Так как мы с вами сказали, обязательно бизнес-аналитику минимальный набор экономических знаний и умения рассчитать, произвести расчет финансовой эффективности предлагаемого решения, то есть фактически проекта, то в программу входит курс основы управленческого учета и бюджетирования. В рамках этого курса фактически за 4 дня мы знакомимся с основами управленческого учета и учимся, получаем шаблон подготовки бюджета. То есть фактически на основе этого шаблона вы затем самостоятельно сможете подготовить бюджет проекта. То есть рассчитать все закрады, какой результат мы получим, но и собственно мере выгоду. Конечно же, это позволит вам грамотно произвести защиту предлагаемого решения. Ну и далее мы продолжаем знакомиться с бизнес-процессами и уже следующий курс управления организационными изменениями, ведь зачастую для того, чтобы провести изменения в бизнес-процессах, нам нужно провести реорганизацию, добавляются новые отделы, может быть, сокращаются, расширяются, меняются функционалы. Это нужно делать грамотно. Курс инструментария бизнес-аналитика. Кстати, коллеги, очень насыщенный курс. Буквально за 16 часов два дня мы знакомимся, там, восемь модулей. Каждый модуль всего два академических часа, это полтора часа реального времени. Мы изучаем кадровую аналитику, финансовую аналитику, маркетинговую аналитику, рыночную аналитику, клиентская аналитика. Ну и, конечно же, коллеги, если мы говорим о работе с базами данных, об анализе массивов, в современном мире без Power BI не обойтись. BI, собственно говоря, это и есть бизнес-анализ, то есть это инструмент предназначенный, пакет Microsoft также предназначен для анализа данных. Ну и после прохождения данного пакета, данных курсов, слушатели проходят итоговую аттестацию. Коллеги, если у вас есть вопросы по тем навыкам, которые я вдруг не озвучила, пожалуйста, пишите, готово рассказать. Если есть вопросы по какому-то из курсов, которые у нас есть, у меня есть слайд на каждый из курсов, готово опять же показать, рассказать, что проходим. Ну, а я хотела бы сказать, что не все так страшно. Многие говорят 260 часов, ой, мы там ляжем. Нет, коллеги, не ляжем. Почему? Потому что формат занятий может быть разный. Если вы в отпуске или кто-то специально вот сделал перерыв в карьере для того, чтобы провести сейчас пройти переквалификацию, то, пожалуйста, вы можете ходить как на работу, пять занятий в неделю, пять дней подряд с десяти до пяти. У меня такие слушатели есть. Пожалуйста, если вы занятой человек, да, и вы работаете, пожалуйста, есть вечернее занятие. Евгений, вижу, сейчас прокомментирую, вот этот слайд расскажу и прокомментирую. Пожалуйста, можно делать по четыре часа, то есть не целый день заниматься, а вечерний или только утренний, четыре часа, две пары. У нас на каждом занятии, коллеги, абсолютно на всех курсах, сразу хочу сказать, да, ну, раз вы получили приглашение в нашу день открытых дверей, скорее всего, вы наши слушатели уже слушали какие-то у нас курсы. Коллеги, как вы знаете, что на каждом занятии у нас есть, рассматривается как теория, решаются совместные задачи, совместные практикумы и есть обязательно практикумы для закрепления самостоятельной работы, которые слушатели выполняют, самостоятельный преподаватель их проверяет. При этом мы получаем опыт решения кейсов, которые можно использовать в своем портфолио. на основе бизнес-анализа мы учимся описывать бизнес-процессы, слушатели, которые описывают реальный бизнес-процесс, они потом приходят на работу уже прям на курсе, уже готовы, начинают проводить оптимизацию. Интермитарий бизнес-аналитик, опять же, мы продолжаем этот пример и применяем различные инструменты и кадровые, и маркетинговые, в зависимости от контекста поставленной задачи, то есть фактически, если слушатель берет реальную бизнес-ситуацию, то он возвращается уже на работу к работодателю с готовыми решениями, которые проверил преподаватель, дал свои рекомендации. Если вы пока ищете работу, то можете взять типовый пример, ведь вы же наверняка знаете, в какую отрасль вы пойдете, и сформировать вот такой кейс, который в портфолио включите, ну, собственно, расширите свои знания. И отдельно, коллеги, хочу обратить внимание, как вы знаете, у нас есть разные форматы обучения, это и очные занятия, когда вы приходите, присутствуют в аудитории, слушаете, живо общаетесь с преподавателем. Если у вас, вы живете далеко, то, пожалуйста, можно, или занятой человек, чтобы сэкономить время на дороге, есть вебинар, то есть вы присутствуете, вы видите преподавателя, ну, я, например, сейчас вот таким образом подключу, и уверена, вы сейчас имеете возможность меня видеть, да, и таким образом происходит обучение именно на вебинаре, то есть вы видите преподавателя, видите экран, что преподаватель рассказывает, и обучаетесь в режиме реального времени. Есть у нас также открытое обучение. Открытое обучение, вы проходите обучение по видеозаписи. Видеозаписи сделаны в очной, группе, вы их смотрите, но при этом, опять же, в указанное время преподаватель, например, я, либо другой, наш преподаватель присутствует в эфире, либо в аудитории, вы задаете вопросы, условно посмотрели занятия, задали вопросы, разобрали. Ну, есть очень заочное обучение, тут, понятно, сами прошли, пришли на очную сессию, задали вопросы, разобрали. Коллеги, ну, а прежде чем я пойду дальше, вот у нас есть два очень интересных вопроса. Смотрите, Евгений спрашивает, чем отличается бизнес-аналитик от системного аналитика. Евгений, а вот фишка как раз-таки, если говорить действительно не в смысле, как конкретной компании назвали, а классическое отличие, системный аналитик, он работает в программе разработчиков. Если говорить о бизнес-анализе, об определении бизнес-анализа, то бизнес-аналитик занимается всеми изменениями, которые касаются, в первую очередь, посмотрите, бизнес-процессов, второе, это организационных структур, документы оборота, регламентов, и четвертое, это информационных систем. Информационные системы, это имеется в виду, как раз-таки, все информационные системы требуют программного обеспечения. Так вот, когда изменения касаются программного обеспечения, так как им будут заниматься разработчики, которые, и им нужно техническое задание сформулировать на особом языке, вот здесь как раз-таки появляется системный аналитик. То есть, системный аналитик, это тот же бизнес-аналитик, но который контролирует изменения только тех, которые касаются информационных систем. Классический бизнес-аналитик, он может заниматься изменением регламентов, кадровых инструкций, организационных изменений, добавления отделов и так далее. Поэтому, если брать классическую схему, есть бизнес-аналитик, а как только возникла, пошла речь о разработке программного обеспечения, об автоматизации бизнес-процессов, ему на помощь приходит системный аналитик. Далее, Манана спрашивает, будут ли использоваться предложения для описания БФП бизнес-плановых, а бизнес-процессов. Посмотрите, на как раз-таки на двух курсах, посвященных бизнес-процессов, речь идет как раз-таки BPMN используется. И можно ли использовать любую из этих двух, они аналогичные. BPMN у нас как раз-таки это входит реинжинированный бизнес-процессов, они производят там на курсе основы бизнес-анализа, мы рисуем от руки, ну, либо любой программный продукт, который вам хорошо известен. А когда речь идет уже о нотациях, то там BPMN мы используем. Алиса пишет, многие работодатели заявляют знание SQL-запросов, а не Power BI, какой инструмент универсальнее. Коллеги, ну, тут вы знаете, что я вам хочу сказать, каждый работодатель работает с тем, что у него есть, что исторически сложилось. При этом, посмотрите, пожалуйста, вы, если у вас уже есть наметки отраслевые, а может быть конкретный запрос, вы работаете в предприятии, теперь вы хотите стать бизнес-аналитиком на том предприятии, на котором вы сейчас работаете, то, конечно же, проходите, изучайте тот язык, который вам пригодится. Но я вам знаете, что хочу сказать, не помешает ни одно, ни другое, почему? Потому что логика есть и там, и там своя, и не все связи можно обеспечить сикл-запросами, не все связи можно обеспечить по API. Если вы знаете и то, и то, вы повышаете свою стоимость. Как правило, это происходит уже с опытом. То есть сначала вы берете некую узкую специализацию, а затем ваш опыт растет, и как раз-таки слушатели, как правило, знаете, наблюдаю из года в год одни и те же лица, да, получили. Я говорю, вы сначала устроитесь на работу, потому что курсов у нас много разных, интересных, к нам ходить можно годами. Завершили дипломную программу, начали работать, а вот теперь как раз-таки появилась специфика, что у нас часть SQL, замечательно, мы рады вам помочь, а нам нужно, там, вы решили специализироваться на финансовой анализе, замечательному вам по финансовому анализу курса предложим, а может быть, вы пошли в инвестиционный анализ. То есть вот эта специализация, как в УЗИ, которая появляется после второго курса, это тоже после дипломной программы можно сделать. Александр спрашивает, можно проходить как целиком программу, так и курс по отдельности верно? Если да, то что выдается по окончании? Коллеги, посмотрите, каждый из этих курсов, безусловно, можно проходить отдельно. Я говорю, есть слушатели, которые там два раза в ход приходят, по одному курсу проходят, прошли, и тогда вы получаете удостоверение о повышении квалификации. Вот прошли вы шесть курсов, у вас шесть удостоверения о повышении квалификации. Если же вы приобретаете дипломную программу, то вы получаете не удостоверение о повышении квалификации, вы получаете диплом Ольга, помогайте мне. Что написано? У нас секунду, у нас выдается диплом о профессиональной переподготовке. Да, это специальность, прям специальность, которую вы можете заявить уже, с которой можете заявить о себе работодателю. Да, это профессиональная переподготовка. Так, коллеги, еще были вопросы. К вопросу Алисы, насколько нужен SQL-бизнес-аналитик, если он со стороны бизнес-пользователя и постановщика задач работает. Да, Манан, абсолютно правильно. Посмотрите, пожалуйста, вот если, предположим, я работаю кадровым аналитиком, да, и я занимаюсь разработкой программ развития, там, KPI, то мне SQL-запросы даже не пригодятся. А если, да, мы работаем со стороны разработчика, то, безусловно, нужно. А если я бизнес-аналитик, там, маркетинговый, и у нас, например, в CRM, да, я работаю на основе CRM, других данных у меня нет, то я даже могу обойтись без этого. Поэтому тут будет контекст и специализация. Коллеги, я постаралась быстро вот рассказать о том, какие навыки нужны, чтобы не сильно так могу, давайте вот так, ну, это бланк, просто бланк, соответственно, что, какая специальность, а, нет, тут специальность написана, у нас будет, Ольга, помогайте мне, именно бизнес-аналитик, продипломная программа. И будет, соответственно, еще вкладыш как раз с теми направлениями, да, вот блоками, да, то есть дисциплинами, которые были включены в дипломную программу. То есть вот эти все в дипломе. Тут будет зачтено, зачтено, и потом оттоговая тестация, то есть у вас будет экзамен, и там уже у вас будет стоять оценка. Коллеги, может быть, вопросы, и, соответственно, Ольге сейчас передам, она, она отличная, я так считаю, что по рынку происходит путаница, практически везде запрашивается SQL, работодатели путают понять о бизнес-аналитика и системный аналитик, да, но вы знаете, что это сразу видно на первом собеседовании, потому что если вас берут именно группу разработчиков, если вам берут, говорят, вот у нас есть потребность, я надо, чтобы вы могли нашим программистам донести, что мы хотим, то это системный аналитик. А если речь идет о том, что нужно разработать, стратегию продвижения, нужно проанализировать клиентские данные, выделить клиентские сегменты, поучаствовать в разработке маркетинговых акций, оценить эффективность сервиса, то я прекрасно понимаю, что это не системный аналитик, это именно будет классический бизнес-аналитик. Да, хорошо, коллеги, Ольга, мне вам передать, вы что-то еще хотели рассказать? Да, Светлана Васильевна, я немного расскажу о том, как мы помогаем нашим выпускникам трудоустраиваться, чтобы они были спокойны за этот блок. Отправила. Так, видно, да? Отлично. Значит, что у нас касается помощи трудоустройству выпускников, да, соответственно, я являюсь руководителем службы трудоустройства, да, и те выпускники, которые у нас заканчивают дипломные программы, да, которые вот мы сегодня, к примеру, представляем бизнес-аналитик, могут обратиться на сайте, заполнить заявку на индивидуальную консультацию. У нас есть несколько сервисов по трудоустройству, которыми вы можете воспользоваться вот в течение периода и обучения, и после него, да, то есть в любой момент. К нам приходят реальные работодатели, да, которые в том числе являются и нашими корпоративными клиентами, и либо сами когда-то учились как физические лица у нас, да, и они предоставляют определенные кейсы, к примеру, да, то есть это как некое такое пробное собеседование, которое можно пройти, рассказать о себе, понять, каких навыков хватает, не хватает и так далее. Далее у нас можно пройти бесплатный курс по поиску работы. Это бесплатные вебинары, которые проводятся раз в месяц. Я чуть-чуть подробнее расскажу об этом позже. Карьерное консультирование, да, это вот индивидуальная консультация со мной, помощь в подготовке резюме обязательно. У нас есть целый блок на нашем сайте вакансии стажировок. Это не просто случайным образом заявленной вакансии. Это вакансии от работодателей, которые заинтересованы именно в наших выпускниках. То есть они приходят, чтобы трудоустроить выпускников учебного центра специалист, потому что знают, что выпускники наши являются достаточно высококвалифицированными профессионалами. И далее дни карьеры. Если говорить о бесплатных вебинарах, то проводит их моя коллега Светлышева Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук, консультант по вопросам HR-менеджмента. Соответственно, Ольга Юрьевна помогает точно так же сориентироваться на рынке труда, подготовиться к встрече с работодателем, прохождению тестирования, если требуется, или тестовое задание, ну и избежать ошибок при оформлении на работу, все, что связано с трудовым законодательством. Ближайшее такое мероприятие у нас планируется 20 июня. Можно, соответственно, если кто-то сейчас с телефоном, с камерой, прям по QR-коду записаться, посмотреть. Немножко подержу этот слайд. Либо на страничке трудоустройства вы всю эту информацию тоже найдете на нашем сайте специалист.ру. Далее бесплатные карьерные консультации. Это то, что связано с моим блоком. То есть здесь я наших выпускников знакомлю с работодателями, вакансии. От них, соответственно, да, мы предлагаем. Организуем стажировки, потому что иногда после обучения выпускники жалуются именно на то, что нет профессионального опыта. От себя скажу, что вакансии без опыта есть всегда, по любому направлению. Здесь самое главное сориентироваться по зарплате, по рынку труда, правильно обозначить свои знания, которые вы получили у нас на курсе. Я помогу тоже это сделать. И, соответственно, презентовать уже себя грамотно работодателем. Также помогу подготовиться к собеседованию, то есть ответить на какие-то сложные вопросы и так далее. Записаться на консультацию можно на нашем сайте, на страничке трудоустройства. Можно вот так же по QR-коду, к примеру, посмотреть. Либо просто заходите на наш сайт специалист.ру, страница трудоустройства, и там, соответственно, пониже на страничке есть запись на карьерную консультацию, после прохождения курса. Можно во время курса, пожалуйста, я тоже рекомендую часто нашим слушателям. Делайте заранее, готовьте резюме, пока учитесь, навыками овладеваете, чтобы все это уже было в вашем резюме. Далее, вакансии от наших партнеров. То есть это российские организации, компании, которые занимаются и IT, и бизнес, и страхование, образование, банковская сфера финансовая и так далее. Как раз она задает вопрос, Ольга, есть ли среди наших клиентов инжиниринговые компании, нефтегазовые, насколько я знаю, вот десятки, но всякость у меня студенты, которые учатся, которые потом могут повышать квалификацию, но и работодатели, их принимают наши документы. Ольга, у нас есть, я просто обозначила, ну так на слайде несколько организаций, на самом деле есть и нефтегазовые, инжиниринговые, как раз вот с одной инжиниринговой организацией у нас будет день карьеры, 16 июня планируется, там тоже требуется различного плана специалиста, да, и в финансовой сфере, и в сфере продаж, и в сфере IT, естественно, вот это все представлено у нас на страничке, да, трудоустройства, вы прям можете, вот еще раз этот слайдик обозначу, зайдите, да, вот по QR-коду, или, соответственно, можете прям напрямую мне написать, вот на почту job.sobachka.specialist.ru, вот я вам прям пришлю ссылку, да, вот на горячие вакансии, которые у нас есть сейчас, то есть организации абсолютно из различных сфер, да. Далее, вот немножко уже коснулась я дня карьеры, соответственно, дни карьеры у нас проходят в онлайн формате, работодатели, которые хотят пообщаться, познакомиться с нашими выпускниками, с целью их трудоустройства, соответственно, приходят на онлайн предприятие, рассказывают про организацию, про свою, про вакансии, про какие-то системы мотивации и так далее, кого они ждут. В чем плюсы дней карьеры, там можно уже переговорить с работодателем на предмет трудоустройства. Также вакансии, которые у нас выложены на страничке трудоустройства, тоже предполагают прямое взаимодействие нашего выпускника с работодателем, да, то есть вы смело можете писать по тем контактам, которые есть, с пометкой, что вы являетесь выпускником учебного центра специалист. Вот, и, соответственно, приходите, да, вижу вопрос, тоже сейчас отвечу, соответственно, вы отправляете резюме с этой пометкой, и работодатели вас рассматривают, ну, скажем так, в первую очередь, потому что запрос как раз делается, как я и сказала, на наших выпускников, именно с теми компетенциями, которые у нас и есть в наших учебных курсах. Немножко еще сориентирую по документам, да, то есть помимо диплома профессиональной переподготовки, да, то есть это такая комплексная программа, которая предполагает получение специальности, да, востребованной. У нас есть еще курсы повышения квалификации для профессионалов, которые состоялись уже в какой-то сфере, допустим, финансовой или IT, но не хватает каких-то навыков, которые сейчас востребованы, пожалуйста, можно пройти повышение квалификации. И мы выдаем свидетельство учебного центра специалист, да, то есть по каждому блоку, который вы проходите. Ну, как и сказала Светлана Васильевна, данная дипломная программа предполагает выдачу, да, диплома бизнес-аналитик. Начало ближайшего курса у нас заявлено 18 июня, то есть кто планирует уже так достаточно быстро начать обучение, да, соответственно, пожалуйста, подключайтесь, да, и какие у нас есть преимущества, да, тоже немножко расскажу. Вот, те слушатели, которые проходят у нас дипломные программы, в течение следующих следующих шести месяцев могут получить скинку 50% на любое обучение, которое проходит в онлайн-формате. Например, по тем же soft skills, либо понимают, что нужно повысить квалификацию, то есть устроившись уже на работу, как сказала Станна Васильевна, есть необходимость освоить какие-то параллельные направления, да, из той же сферы, и, соответственно, вот в течение полугода у вас имеется такая скидка. Дипломная программа предполагает прохождение нескольких блоков обучения, да, то есть от начала и до уже завершающего этапа. Между блоками иногда происходят такие небольшие паузы, там бывает 2-3 недели, бывает, что больше нужно, да, там, допустим, ну, кому-то из слушателей времени. И, соответственно, это время можно провести с пользой, заполнив это время обучением как раз по soft skills, то, на чем я делала упор в начале нашего с вами мероприятия, да, то есть то, на чем работодатели делают тоже сейчас большой упор, когда берут к себе на работу тех или иных специалистов. Ну, допустим, данная программа предполагает 10 блоков, да, если я не ошибаюсь, Светлана Васильевна, и, соответственно, здесь у вас будет максимальная скидка, да, на любые курсы, там, по soft skills до 25%, то здесь можно провести вот такое время с пользой. И, наверное, один из важных моментов, да, те участники, которые у нас сегодня были на нашем Дне Открытых Дверей, и у которых есть уже серьезное желание обучаться, мы предлагаем вам скидку на дипломную программу по бизнес-аналитику, которая предполагает грантовую поддержку, то есть сертификат в виде грантовой поддержки на получение 15 тысяч рублей, то есть как раз вот с 9 июня по 12 июня вы можете воспользоваться этой скидкой. Промо-код у нас, по которому вы можете получить эту скидку аналитик 2022. Я пришлю еще в чат, да, соответственно, чтобы если кто-то сейчас, да, спасибо большинству, но посидно, вот, то есть не забудьте воспользоваться, скидка вот будет действовать сегодня и в течение еще следующих трех дней, соответственно. Так, ну, уважаемые участники, у меня все на сегодня, да, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я сейчас на вопросы, которые остались, да, вот, Манана спрашивайте, это открытые дни карьеры или только при начале обучения. Ну, смотрите, на день карьеры вы можете прийти, если у вас есть свой наличный кабинет, да, у нас на сайте, то есть вы уже зарегистрировались, допустим, с целью обучения и так далее, и вы можете, соответственно, в нашем анонсе новостей посмотреть, какие ближайшие дни карьеры, к ним подключиться, и соответственно в онлайн-формате пообщаться с работодателем, да, это возможно, да, есть личный кабинет. Коллеги, может быть, есть профессиональные вопросы, которые вы хотели бы задать по навыкам, потребности совета, как говорится? Да, задавайте, пожалуйста, может быть, остались какие-то еще неосвещенные вопросы, мы с удовольствием ответим. Ольга, а подскажите, пожалуйста, вот Анжелика спрашивает, заявку на почту нужно отправить, насколько я, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, Ольга, Анжелика, вы можете как заявку на почту отправить, так, если вы звоните по телефону, но при этом вы говорите, что у меня есть код, есть скидочный код, аналитик, платимый код. Да, все отделы предупреждены, да, то есть менеджеры предупреждены, которые занимаются как раз работой с нашими клиентами, физическими лицами, то есть вам нужно будет сказать, что вы были сегодня на дне открытых дверей по дипломной программе бизнес-аналитик, да, и у вас, соответственно, есть вот сертификат на грантовую поддержку, да, промокод аналитик 2022. На всякий случай оставила еще свою почту, если вдруг будут какие-то вопросы, да, выслала вот в общий чат. Анана, давайте переотвечу. Если мы говорим о курсе основы бизнес-анализа, инструментария, бизнес-аналитик или полностью дипломной программе бизнес-анализ, да, он подойдет для руководителя проекта, если есть потребность расширить свои компетенции именно в область бизнес-анализа, потому что, когда мы говорим об управлении проектами, это не операционная деятельность, это всегда новая деятельность, то, что раньше не делалось, это каждый раз новый, будь то заказчик, будь то объем работ, ну, меняется один из документов проекта. Поэтому, конечно же, руководитель проекта, он по умолчанию бизнес-аналитик, даже если он себя так не называет, он анализирует ситуацию, принимает решения, разрабатывает, играет, ищет решения. При этом, если ваша задача не расширить компетенции по бизнес-анализу, а именно получить компетенции руководителя проекта, то для этого есть именно программа, которая, как и называется, руководитель проекта, и там, причем они есть по разным нотациям, есть по PMBOOK, есть по другим нотациям, поэтому тут вы, пожалуйста, к нашим менеджерам, по любому из телефонов, которые заявлены на сайте, можете обратиться, они вам подберут программу, в зависимости от того, какие нотации, какие стандарты применяются в вашей компании, чтобы вы уже получили специализированное, заточенное под вашу работу образование. Купон, Александр, этот купон для этой программы предназначен, но при этом на самом деле вы можете посмотреть наше расписание и в нашем расписании есть дипломная программа фактически по каждой из специальностей. Вам нужно тогда просто попасть на свою. Так, Манана, да, опыт, есть уже бизнес-процесс, но нет корочки, нет опыта, используем в ППМН, в основном из-за этого. Ну, тогда да, тогда лучше дипломную, почему? Потому что ППМН вы можете взять отдельно, у нас там есть два курса, базовый и профессиональный, вы можете пройти их для квалификации, а если нужна именно корочка, чтобы был бизнес-аналитик, то тогда дипломная программа, она даст диплом, а не удостоверение. А, а я думала описание бизнес-процесса, опыт бизнес-аналитика. Поняла, поняла, Манана. Коллеги, есть ли еще вопросы, или мы с Ольгой будем с вами прощаться и день открытых дверей закрывать. До свидания, Евгений, до свидания, Манана. Будем рады вас видеть среди наших слушателей. Спасибо, Светлана Васильевна, спасибо участники, которые сегодня с нами присутствовали, и мы ждем вас у нас на курсах. Добро пожаловать. Коллеги, всем хорошего вечера. Сегодня приятный летний вечер. Наконец-то наступило лето, тепло, поэтому всего доброго. Оля, а вы тогда запись остановите, пожалуйста. Да, всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok